Ауумиллахи мня шейхану руджим, бисмиллахи ррахману ррахим, альхамдулллахи раббил алямин, ассалату ассаляму аля Мухаммаду и аля али и ассаби и аджмайин, амабаду ассаляму алейкум арахматуллахи и баракату, дорогие братья и сёстры. Когда Всевышний Аллах послал пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум, для того, чтобы довести до нас правильную религию, для того, чтобы люди обрели счастье и в этом мире, и спасение на этом свете, пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум ассалям, для того, чтобы выполнить эту миссию, перенёс очень много трудностей. Очень много трудностей, голод, жажду, потери, смерти близких людей, мы знаем, сколько было газоватов. И говоря о трудностях, которые перенёс пророк, саллиллаху алейкум ассалям, можно привести пример хиджры, переселение пророка, саллиллаху алейкум ассалям, из Мекки в Медину. Даже сегодня, когда мы под кондиционером и в автобусах едем из Медины в Мекку тоже, как нам бывает тяжело, у кого-то ноги затекают, кто-то устает, у кого-то голова варит и так далее, а пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум ассалям, иногда пешком, иногда наверхом, под палящим солнцем, сделал это хиджра. Бывали времена, когда пророк, саллиллаху алейкум ассалям, несколько дней ничего не кушал, и всё равно же ведь приходилось работать, обучать сподвижников, приходилось делать газоваты, и чтобы не было заметно, что он ослаб, что он очень голоден, пророк, саллиллаху алейкум ассалям, привязывал камни к своему животу. Вот столько трудностей пророк, саллиллаху алейкум ассалям, для чего переносил? Для того, чтобы сегодня мы могли себя называть мусульманами, сегодня мы могли вот так собираться и других людей призывать на правильный путь, для того, чтобы мы обрели счастье в этом мире и спасение в Ахирате. Вот имам Шамиль, о котором сегодня столько рассказывали, которого мы все любим и ценим, он диссоцировал, сколько трудностей он перенёс. 25 лет воевал, будучи имамом, и ещё до этого, вот уже 10 лет, всего 35 лет он воевал. Несмотря на погоду, дождь, зимой снег, летом жара, вытер в горах, вытер в лесах, когда столько людей, близких и друзей, и тех, которые с ними учились, родных людей, он потерял, всё равно он ни шагу назад не сделал, он шёл вперёд ради Всевышнего Аллаха, для того, чтобы сохранить, защитить ислам для нас с вами. В советские времена, когда в начале, в конце, в 30-х годах, у нас столько тысячами алимов убивали, расстреливали, отправляли в ссылку, и после этого было время, когда было опасно даже что-то говорить об исламе, даже на кладбищах руки перед собой держать дуа делать, в это время наши алимы, в том числе и те, которые сегодня перед вами сидят, они изучали алимы для того, чтобы сохранить эту религию для нас. Неделями, не выходя из подвалов, изучали алимы для того, чтобы сегодня до нас это донести, чтобы нам это рассказать, чтобы мы сегодня были не просто этническими таким мусульманами, которые носат имена мусульман, а чтобы мы сегодня соблюдали, чтобы мы сегодня придерживались этой религии, чтобы мы сегодня выполняли все предписания Всевышнего и предостерегались совершения грехов и запретного. Вот все это, когда делается ради нас, ради наших земляков, ради наших братьев и сестер по вере, сегодня плевать на все это и делать все, что мы хотим, все, что нашему нам все угодно, не выполнять элементарно пять обязательных намазов правильно, не соблюдая посты. Просто вот вспомнить даже историю имама Шамиля и на этом Ахль-Гох, сколько трудностей они переносили, чтобы сохранить ту религию, которую сегодня у нас. И мы сегодня, если не будем этого держаться, как мы можем надеяться, рассчитывать на то, что на том свете в Судный день попадем в рай туда же, куда попали и эти все люди. Эти имамы и пророк, подвижники, имамы, алимы, Как мы можем на это надеяться? Сегодня, когда вот у нас, мы знаем вот по городу, когда мы видим, как проезжает машина, сзади приклеена фотография имама Шамиля с включенной музыкой, еще и по дороге девушек цепляют, это, конечно, считается, как будто мы плюем в память этих наших предков, этих наших имамов. Но каждый наш шаг, каждое слово, которое мы говорим, наше поведение должно быть примером и для всех остальных. И мы должны всегда помнить, чьими наследниками мы являемся, и вести себя так, чтобы на том свете, когда мы станем перед ними, когда будем рядом с ними, иншаллах, рахман, чтобы нам не было стыдно перед ними. Дай, чтобы так и было. Вот это мероприятие, это не единственное мероприятие, которое проводится, организацией молодежи Шамильского района. Было проведено много мероприятий, были зиараты и в Черкее, Казанище, был зиарат и в Дербент, сегодня и в Ахлюго, и другие мероприятия, маджлисы ежемесячные. Огромная работа проводится для того, чтобы нашу молодежь, молодежь Шамильского района, защитить от пагубных являний нашего современного общества, в том числе и наркомания, в том числе и алкоголизм, и другие пороки, и, конечно же, чтобы защитить их от попадания в различные секты течения, в частности, особенно те, которые идут к нам, к нам, мусульманам с войной. И обязанностью каждого жителя нашего района является поддерживать эти мероприятия хотя бы своим присутствием, хотя бы тем, что, если, например, у вас есть дома дети, вот сыновья, братья, чтобы хотя бы их отправлять на такие мероприятия. Мы знаем, вот сегодня, аль-хамдулля, столько людей здесь собралось, наверное, такого большого мероприятия еще не было организовано, молодежной организацией, но в Махачкале часто бывают мероприятия, и, к сожалению, не все, у кого есть возможность, даже приходят на эти маджлисы. Когда вся работа делается ради нас, мы должны быть благодарны, во-первых, Всевышнему Аллаху, что есть кому эта работа делать, и, во-вторых, быть благодарны этим людям, которые эту работу делают за нас, ибо эта работа является обязанностью каждого из нас. Каждый родитель должен отвечать за своих детей, и когда находятся люди, которые помогают родителям воспитывать своих детей, направлять их на правильный путь, давать им полезные знания, защищать их от пагубных явлений, мы должны только радоваться и помогать в этом деле. Я хочу выразить от лица всей молодежи Шамильского района и от его председателя, молодежи организации Абдухамида, благодарность всем, кто сегодня пришел, особенно алимам, и ребятам, которые здесь помогают, работают, и всем, кто принял какое-то участие в организации этого маджлиса, вам огромное баракало, пусть Всевышнему Аллах будет доволен всеми нами, и вот таким же образом, в еще большем количестве, да соберет нас Всевышнему Аллах в судный день под знаменем пророка, саллиллаху алейху ассалям, вместе со всеми нашими алимами, со всеми нашими устазами, со всеми нашими близкими, родными людьми. Ассаляму алейкум, ва рахматуллах, ва баракату. Аллах аквари! Аллах аквари!